Новую модель воспитательной работы в духе познания национальных ценностей представили в Павлодаре. Сразу четыре проекта вызвали большой интерес у педагогов. Разработали их в стенах детской деревни семейного типа, которая является республиканской инновационной площадкой по социализации детей. За основу авторы взяли программную статью «Семь грани великой степи». В итоге получился довольно познавательный контент, который с удовольствием теперь перенимают другие образовательные учреждения. Подробности в нашем сюжете. На острие моего меча моя грядущая судьба. Тому, кто идет вперед, быть может, суждено и погибнуть. Но лишь те, кто не впускает меч из своих рук, становятся победителями. Воспитанница детской деревни Камила Клеумова в образе сахской царицы Тамерис репетирует до последнего перед тем, как выступить. Роль нужно сыграть безупречно, чтобы вжиться в образ древней воительницы, перечитала много литературы, но по-настоящему поняла историю Тамерис, когда занялась научной работой в проекте «Колыбель тюркского мира». Теперь горит желанием еще глубже изучать эту тему. В интернете, к примеру, не вся информация там бывает достоверной. И это надо, к примеру, бывать в библиотеках и постоянно искать. А с тюркологами, я думаю, это будет очень интересно. Тем более они знают очень интересные факты, о которых мало где упоминается. А вот в проекте «Всадническая культура» представилась уникальная возможность познакомиться с бытом кочевников, изучить их ремесло и обычаи. Например, Валерия Жмайла уже знает, как казахи изготавливали домашнее масло. Сначала в деревянную посуду наливали сливки с 5-6 удовьев молока. Потом эти сливки взбивались в масло. В этом процессе принимала участие вся семья. Так как это занимало очень много времени, было очень тяжело. Именно на это и рассчитывают авторы проектов. Дети должны проникнуться изучением истории родного края и при этом сопоставлять ее с настоящим временем. Такую идею предложили приглашенные студенты. Наряду с изучением древней металлургии я хотела бы, чтобы внесли изучение современной металлургии, потому что современная металлургия отличается и с каждым днем развивается. Есть новые технологии, много новых проектов, которые можно было бы углубиться и изучить еще больше. Через наши педагогические мастерские мы показываем модель, какая должна быть модель именно воспитанника интернатного учреждения. Такие проекты, они, конечно же, дают воспитанникам возможности правильного решения в своей жизненной пути. Наработанный в детской деревне опыт педагоги теперь намерены внедрять в интернатах и школах. Ербуломишев, Самат Аспанов, Алексей Менецкий, из Павлодара, Хабар, 24.